Добрый день дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков инвестиционного потребительского кооператива Финпрост. И с нами сегодня председатель ИПК Финпрост, трейдер и управляющий активами из Москвы Юрий Смола. Юрий, приветствуем вас! Приветствую меня, приветствую коллеги! Юрий, чуть поближе микрофон, вас немножко тихо слышно. Ага, вот так вот расправим плечи, да. Сейчас, подождите, я говорю, вот так лучше. Да, вот так получше, ага, хорошо. Ну что, Юрий, что интересного на рынке, чем торгуете, какие интересные темы? Ну, вы знаете, что у меня, в принципе, долгосрочная стратегия, поэтому в рынке практически все пары, кроссы и прямые. Поэтому, в принципе, позиции тянутся. Отлично. Тихонечко выходим в плюсы. Иногда некоторые добираем. Иногда. Так, сейчас есть экран. Да, отлично. Давайте посмотрим, как это выглядит на графиках, как развивается ваша позиция, что видите в будущем, друзья. Давайте заглянем в будущее вместе с Юрием, с Малой. Видим хорошо. К сожалению, я не умею туда заглядывать. Посмотрим, как будет, так будет. Так, ну, что касается Австралии. Значит, здесь долгосрочная позиция. Возможно, я так и сдаю в Венгар. Так. Тейп профит. Так же. Сейчас, в принципе, думаю, что к этой линии снизу мы будем подходить. Ну, и, возможно, при походе сюда я здесь уже зафиксирую возле 900-дневной средней. Возможно, не буду ждать идет пробоя, поскольку здесь есть 69, а 12, а не 200-дневной средней. Посмотрим, в этой зоне кто-то посмотрит по обстоятельствам, поскольку там есть общая позиция по 1. И, если будешь в плюсах, пол закрой. Так. Дальше Австралия, мы из Зландии. Сегодня ночью, у нас из Зландии немножко стрельбула. На месте. Так. Ну, что-то и пофиг, это мне дотянули достаточно много. Мы сейчас дальше будем нагорять в позиции, поскольку по этому инструменту. Потому что будет у нас развиваться, конечно, в зиме. Только сущий тренд. Юрий, я хочу уточнить. У вас окно случайно не открыто? Ну, да, немножко открыто. Да, да, да. А тут идет немножко шума на микрофон, к сожалению. Ну, сейчас, подождите, сейчас. Можно попросить вас закрыть? Да, да. Сейчас, друзья, Юрий Слава закрыл окно, а то шумы улицы, они все-таки бьют микрофон. Они такие, да. Особенно, когда кто-то пофигналит. Да, вот так, значит, лучше. Да. Хорошо. Я думал, вас продувать начинается. Типа того, да. Так, ну, что касается остального изделания. В общем, для меня, в принципе, я считаю, что здесь мы пойдем все-таки вверх. Опять, ну, не буду современной средней, по крайней мере, должны. И здесь, на этом уровне, где-то у меня тейк расположен. Сейчас, вот этот, если по Фибоначчи смотреть, мы протолкнулись и обратно зашли. Вот сейчас, скорее всего, в этой зоне потопчемся и будем поджимать заново идти уже. 38-50 по Фибоначчи, просто в эту зону, скорее всего, к этому уровню, 1,05-30, как раз, что в дневной средней. Ну, а там будем смотреть, либо мы будем опять откатываться вниз, либо пробьем, и дальше будем, так скажем, от нее отходить, на некоторое расстояние. Дальше Австралия, японская егена. Так, здесь у меня к тейку не подошел. Сейчас он у меня чуть-чуть ниже, совсем немножко, но здесь есть такой уровень. Мы практически второй раз не ударились, поэтому плюс к этому. Здесь минимум был выше, чем предыдущий. Вот. И, возможно, здесь как раз уровень будет с поджатием. Это же его все-таки... Ну, как раз на этом уровне, наверное, находится 74-20. Вот. И если он будет пробивать, то пробивать он будет, конечно же... Либо даже с двухсотной на средней, либо даже чуть-чуть дальше. Поэтому я... Ну... Если будет не совсем верное решение, то потопчусь еще на одном месте. Так, Австралия, Швейцарский, Франк. Здесь все то же самое. Также жду возле... Когда подойдет, опять, в двухсотной на средний. Также стою в лонгах. Противный набор позиций, если будет отходить. Здесь тоже образовался небольшой уровень. Не такой, чтобы сильно явный, но, видимо, и есть. Сейчас мы от него тоже поджимаемся. И если пойдем выше, то пойдем до 6.56. А там уже будем смотреть, как у него будет ситуация по... По деньгам. По этой позиции. Так, Австралия, Канада. Здесь у меня на самом деле совсем чуть-чуть осталось дотейка. Он у меня немножко ниже сейчас стоит. Но... Тоже, наверное, буду передвигать его все-таки к этому уровню 90.45. Больше он мне там нравится. Ну, как бы больше можно будет взять. Где-то на уровень 0.90. Уже круглого уровня поставим. Так, дальше. Канадский доллар встает вниз. Так, сейчас в лонгах. Тейк-профит также остается. Здесь без изменений. В принципе, так скажем, первоначально сформировано. Небольшой такой отбой от этой зоны. Достаточно долго. В этой зоне уже 3-4 раз отбиваемся. Но, может быть, нас здесь пытаются развести. Потом пойдем наверх-наверх. Кстати, можем при этом лететь достаточно сильно. Посмотрим. В общем, если подойду достаточно низко к тейку, хотя бы на уровень 1.32, скорее всего, сроки даже закроются. Сильно я не буду ждать. Зона достаточно серьезная. Нужно просто-напоста пройти середину этой зоны и потом уже если преобладание лонгов, можем сессию покупателей пойдет сильно пробить до 1.35. Не хотел приятной позиции. Лучше я здесь потом вбок стану. Евроканада. Здесь я закрыл тейк. Открылся в лонг. Тейк профит чуть-чуть выше уровня 45.76. Может даже быстрее. Под этим уровнем возьму. Посмотрим, как тень. Сейчас пока не преобладает ситуация по евро. Канада так как стоит в этом большом бальковике пытается пойти вниз. Буду надеяться, что евро раньше начнет. Поскольку наверх канадский доллар насчет копляться нефть способствует пока. Новая Зеландия доллар немножко догрузился возле уровня 63.74. Как видите, вообще практически идеально к нему коснуться. Смот догрузить. Сейчас обратно к уровню 64.80 вернулись. Тейк профит у меня на уровне двухсотнижной среди. Здесь нет. 180. 180. В принципе, 180 или 200. Это практически одинаково. Просто специально чуть-чуть поменьше ставлю, чтобы раньше предоставление тейка было раньше срабатывать. Бывает, что-то не на среднем и доходят. 180 хорошо отрабатывает. Так, иена. Здесь не позиции. Хочу встать. Конечно, не верну. Отложку я буду ставить чуть-чуть выше. Как же говорил, наверное, на уровне 110. 60. Думаю, что все-таки здесь мы пределожным пробоем зацепим ее. Попозже просто выставлю. другом терминале. Так, евро и вена. Буду по иене становиться в шорте. Число корней позиции. Так, евро иена стою наверх. Профит. Все то же самое. Сейчас мы отполковались от пятидесятки. возможно сейчас как раз пытаться зайти обратно в эту зону и пойти к серьезному уровню. Стоит 2. 60. 66. 65. 2. 60. В этой зоне уровень есть. точно определить к сожалению не могу. Эта зона в принципе подходит под такое достаточно серьезное сопротивление. Думаю к ней будем подбираться. Так, евро у нас валится. в принципе вчера чуть-чуть тормозусь. Я в лонгах. Тейпрофит далеко. Сколько они еще будут евро падать не знаю. Буду надеяться что не так уж сильно долго. Так, евро фунт та же самая ситуация поскольку в одну сторону стою по евро и по евро фунту наверх в огне. Так, профит так же. Кстати, здесь еще такой промежуточный серьезный уровень здесь сформирован в этой зоне в октябре октябрь и ноябрь зеркально получился. Возможно если подойдем и пробьем то будет повыше масс евро но здесь скорее всего все-таки будет помогать если будет падать пока просто на пробой уровне уровня текст стоит так дальше фунт фунт пока он отбился не стал вниз идти но я считаю что все-таки он в зону зашел и сейчас он будет как раз от уровня 29.76 играть вниз 27.65 а возможно еще и дальше поскольку здесь накопление было достаточно серьезное если пройдет накопление и уйдет вниз то впадать мы будем до 1.25 точно чуть-чуть выше конечно вот так 1.25 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 вне позиция пока не вхожу в принципе еще немножко подумаю возможно если пойдет еще чуть-чуть выше я от долине коснется вот так разводил в шорт пока как же таки я не рискал так швейцарский франк доллар швейцарский франк отстаю хорошо пошли тормознусь так против также 99 80 60 так швейцарский франк патронская ингена в шортах там здесь достаточно серьезный был выстрел вот этот пик и возможно мы конечно и будем дальше к ним подходить но сил сюда к дальнейшему движению может и не быть поэтому возможно будет образовываться двойная вершина как раз на ней не буду срабатывать вниз тем более если я доберу некоторые позиции то возможно take profit уже и нужно подтянуть повыше если не дожидаться уже полной отработки хотя в принципе если по тех анализу то эти двойные двойные вершины как раз в размере вот этого этой зоны до 110 10 евро швейцарский франк дальше валимся благодаря евро я в принципе набор позиций дальше дальнейшем произвожу дальше пока take profit также остается немножко уже передвину набор позиций так евро австралия здесь я закрылся по take открываться пока не открываюсь но ордер выставлю и подходит к уровню 1.60 1.61 где-то вот так в эту зону проторговки как раз здесь я и буду начинать бороться насколько сейчас пока это движение не останавливается черные свитчи и тут подходим в двухседневной средней как раз на этом на проколе в двухседневной средней буду брать наверх так дальше евро новая зеландия здесь по take profit вышел входить пока не стал тоже подожду чуть-чуть ниже поставлю отложку где-то возле уровня 67 67 80 1.68 вот этот уровень и только отсюда буду бланговать примерно такая ситуация спасибо вам за ваш обзор от вас коллеги ваши вопросы юрий у меня вопрос естественно первый касается по вам помчет друзья финпрост юрий смола здесь мы видим блестящий выход из просадки такой уверенный такой не быстрый скажем так но уверенно сейчас у вас торговый результат плюс 33 тысячи долларов общее средство управления сумма 846 тысяч долларов понятно что до хайов еще есть куда пройти 30 процентов заработать я понял вас сами довольны как идет этот процесс ну так скажем хотелось бы быстрее но так такая примерно сейчас такое сейчас направление пока не знаю можно конечно немножко круче прямую сделать но при таких суммах на самом деле достаточно сложно выдержать да дело в том что риск он примерно один и тот же на и на маленьких деньгах и на больших но при маленьких деньгах намного легче держится когда больше количество денежных средств я уже чувствую как 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 бы немного неприятно все это наблюдать и немного по-другому ощущаешь движения любые против тебя я понял то есть то как идет вас устраивает ну как бы грех жаловаться на жизнь скажем так ну так скажем я вообще не привык жаловаться бывает спасибо второй вопрос Юрий кооператив инвестиционный финпрост какие там направления какое развитие в частности вот мы только на этой недельке я озвучил что рублевые счета можно теперь открывать для кооператива в чемпионате мира участвовать какие какие действия у вас в этой связи есть что происходит ну пока жду пока свои дела сейчас по кооперативу в общем основное направление это открытие красотого счета поэтому делаю все все что от меня зависит как бы это единственная задача ну помимо типучки которая с отчетностью налоговой как бы ее в любом случае на ее кодице дело даже если она нулевая конечно в принципе так настроилось все сейчас ну в принципе хорошо сейчас с этим делом с отчетностью поскольку так скажем для бизнеса делается вот в этом направлении чуть-чуть получше автоматизация все это в электронном виде все быстро спокойно без всяких нервов без суеты без поездок без состояния в очередях и тому подобное то что было достаточно недавно это все практически сейчас изменено ну по крайней мере в Москве точно в регионах я думаю постепенно тоже все это придет в такую же норму но скажем все это с одной стороны хорошо с другой стороны контроль намного больше у государства намного больше в руках сосредоточенные рычаги для совсем другого давления направления и если бы у нас так скажем государство мы были уверены в том что руководители действуют на благо народа на благо страны то это одно когда видишь то что происходит делает немножко в другом направлении вот эти хорошие изменения не сильно радуют поскольку могут привести к обратным последствиям не тем радостным и благостным которые бы хотелось для развития нашего государства для развития нашего бизнеса выхода на нормальный уровень и повышение благосостояния народа я понял вас Юрий спасибо ну уточнём здесь свой вопрос вы уже перевод устава договора хозяйственной деятельности отправили нет нет я сейчас этим занимаюсь как раз я не любитель просто так деньги отдавать кому-либо приходится самому переводить а переводиться понимаете без серьезного знания языка причем экономического трудновато поскольку это как раз все документы нужны юристам сомневаюсь что они там вообще что-нибудь поймут и вообще как бы не совсем понимаю их требования хотя отношусь к этому так как будто бы как в любом банке когда открываешь счет для своей компании у тебя просто серокопия дела твоего устава документов уставных в принципе я думаю что и швейцарского брокера хотя бы для галочки о том что они запросили эти документы на английском языке соответственно русские не будут рассматривать но так как юристы их не будут рассматривать именно документы на английском языке нужно перевести так чтобы они правильно это все поняли можно обороты поставить что скажут что это такое я понял это серьезное дело так что я рад что вы уже начали этим заниматься я знаю вы человек последовательный упорный несмотря на все трудности если вы уже начали процесс то вы его до конца доведете отступать тоже некуда отступление как-то тем более закрытие кооператива это больше денег чем открыть уже взлетели в несколько раз кстати чтобы кто знал если кто-то хочет собирается открыть юридическое лицо чтобы он знал что на самом деле закрыть кооператив намного сложнее чем любое я вот поскольку закрытие кооператива происходит только при согласии сто процентов членов кооператива которых если пока 5 человек это еще возможно когда начнется большее количество то закрыть его просто будет невозможно то есть либо ты вперед идешь до конца до самого подлинного либо и вообще лучше ничего не делай конечно конечно если бы мы с вами имели ввиду что побаловаться так сказать то мы бы лучше в ресторан сходили а не так сказать кооператив создавали естественно поэтому создавали для соизиозных целей надолго так что я рад что у вас идет в этом направлении это здорово замечательно так что мы коллеги надеюсь увидим скоро и счет в свистквоте и увидим участие в чемпионате мира но и все остальные форматы участия юрия смолы и свистквот и и пока финпрос александр шиенков пишет интересные слова юрий он пишет 1254 мы тоже почти сконструировали и пока вольный трейдер благодарю за тех поддержку вам юрий и игорь николаевич так вы общались на эту тему с александром шиенкова да юрий мы немножко пообщались как раз на встрече просто людям я подсказал что некоторые есть очень интересные моменты даже не столько в трейдинге сколько еще дополнительно хорошие такие интересные возможности и вообще это интересно понял вас ну здорово спасибо за поддержку еще одного кооператива так что друзья у нас понятие конкуренция очень относительное в этом смысле у каждого свой инвестор своя аудитория поэтому 10 и если учесть то что в россии всего лишь один процент у нас 99 ну понятное дело что часть из этих девяносто девяти процентов достаточно большая часть знают про инвестиции узнает что по инвестиции и знает с плохой стороны столкнувшись с недобросовестными участниками финансовых рынков и скажем не забросовестные участники сделали не сильно хорошо вообще всем тем кто на этих рынках участвует и как бы либо те которые могли бы при участии своих финансовых рынков при участии своих финансовых рынков и инвестициях лучше свое благосостояние и не боялись бы действия учились бы нормальным стратегиям нормально нормальной работе на мало рисковых инструментах тех же самых облигациях ETF их акциях иностранных компаний тем более есть все все возможности для того чтобы все это дело дело даже не открываясь на зарубежных площадках что влечет с собой небольшие проблемы в том чтобы отчетность предоставлять налоговую службу то есть там достаточно серьезно придется вам помучиться для того чтобы перевести все сделки каждую сделку рублевую составляющую каждую закрытую сделку и на начало открытия на закрытие предоставить все фнс и заплатить налоги вот ну а участие на наших площадках брокеров ну даже иностранные акции если покупаешь брокер там сам за тебя все делает и в принципе все нормально дело в том что многие из наших скажем жителей нашей страны очень плохо понимают в инвестициях и не хотят в этом разбираться даже не из того что нет денег для того чтобы откладывать не просто не понимают основные принципы инвестирования попадались на мошенников и различные проекты хоть сколько хотят всего и сразу быстро заработать миллион себе купить машину и тому подобное так скажем неграмотное отношение ко всему этому делу вопрос грамотное отношение это даже сколько ты не зарабатывал часть средств по крайней мере хотя бы 10-10 процентов откладывать на инвестиции не обязательно в банк ложить это на депозит тем более он сейчас стоит смешную достаточно сумму и не сильно большую которая даже не обгоняет инфляция но хотя я как бы всегда говорил что что в банк вложить это не для того чтобы заработать а просто для того чтобы сохранить поэтому там такая ставка и должна она сейчас по крайней мере приближается к тому уровню которому должна быть с не превышающим инфляцию остальное то что чтобы заработать это нужно другие инструменты хотя бы в облигации и хотя бы на два-три процента можно обогнать саму инфляцию ну а дальше уже если развиваетесь и смотрите уже пробовать акции там большего эшелона то есть топовых компаний иностранные акции фонды потихонечку подкупать и постепенно постепенно есть основной принцип это регулярность своих этих действий и если к этому относиться нормально и серьезно и каждый раз откладывать каждую зарплату часть денег даже если вам кажется что у вас совсем не хватает ни на что но делать это постепенно не появится от этого никуда не деться такой принцип больших чисел сложного процента вот он работает вот таким образом здорово здорово деньги подстерегают вас за углом говорит юрий смолат и вы от них не отвертитесь замечательно юрий спасибо вам большое за ваш обзор за ваши комментарии мы конечно с напряженным вниманием следим за открытием вы вашего рублевого счета в свист квоте желаем вам сделать это как можно быстрее чтобы потом уже заниматься всем вместе привлечением пайщиков ваша первый такой реальный торговый кооператив в нашей стране это будет очень интересно юрий спасибо вам большое также за обзор за ваши комментарии по рынку вам хорошего дня и удачи сегодня спасибо вам тоже станет до свидания